Всем привет, друзья! Я очень рада вас приветствовать в новом влоге. На моём канале стало намного вас больше, и я приветствую всех новичков. Я очень вам рада. Добро пожаловать! Надеюсь, что вы со мной надолго. Итак, я начинаю новый влог. Начинаю его в машине. В последнее время в мои влоги почему-то складываются так, что я постоянно куда-то езжу. Но на самом деле я почему-то не снимаю дома. Вот просто не доходят руки. Так уж складывается в последнее время, что дома мне некогда снимать. А я начинаю снимать только когда мы куда-то выезжаем. И зачастую так случается, что всю неделю я дома, а вот уже в пятницу, в субботу, в воскресенье мы куда-то едем, например. Вот сегодня такая пятница, когда у Радика выходной, и мы наконец-то решили выбраться из дома. Я все четыре дня была дома, и мне, честно скажу, уже тяжеловато было. Ну, гуляем по посёлку-то понятно, но вот как-то не выезжать в город оказалось сложно. Это как раз один из минусов жизни за городом, и когда в семье только одна машина. Вот, поэтому сегодня мы оставили уже султанчика в школе. Сейчас у нас почти восемь утра, мы будем вкусненько завтракать. Приехали сегодня в Козу-Диризу, очень любим это место. Здесь фермерские продукты, и у них есть своя небольшая кафешка. Очень вкусные десерты, они всё готовят сами. Есть и без глютеновый, и без сахара, в общем, на любой вкус. Поэтому приехали сегодня сюда, и будем здесь завтракать. Честно скажу, что я такая уставшая, и я обычно отлавливаю вот этот момент, да, то есть я очень чётко чувствую, когда я начинаю уставать, и я сразу предпринимаю какие-то меры по восстановлению ресурса. На этой неделе так не получилось, потому что у Радика было очень много работы, и он даже оставлял султана после школы и уезжал обратно на работу. Допоздна работал. Я была целый день, получается, с Мирайчиком маленьким, а потом ещё добавлялся султан, и мне вообще не оставалось времени на себя. И Мирай у нас спит короткими промежутками, потому что у него режутся зубки, и он спит максимум полчаса. Вот за эти полчаса я всё, что успеваю сделать, ну, в основном я только успеваю покушать или, там, не знаю, заправить постель, допустим, ну, вот прям очень мелко что-то поделать. Поэтому усталость накопилась, и Радик мне обещал, что всё, говорит, пятница, выходной, будем выгуливаться, выгуливать себя, выгуливать Мирая. У султанчика сегодня завершающий день в школе, у них заканчивается учебный год, первый класс, и поэтому они со всей школы пойдут на пикник. У них сначала будет торжественная линейка, потом они идут на пикник, вот. Но учёба дальше у нас продолжается, с 1 июня по 14 у нас будет облегчённая программа у султанчика, и потом уже с 17 июня начинаются каникулы. Но классно то, что у нас школа работает круглый год, и даже в каникулы мы можем приводить детей. Это нечто вроде пришкольного лагеря, и он всегда тематический, всегда очень интересный, с разными мастер-классами, с выездами и так далее, поэтому деткам не скучно, и при этом родители спокойны, да, также у них 5-разовое питание, в общем, всё как надо. Вот. Что ж, приглашаю вас на просмотр этого влога, надеюсь, вам будет интересно. Пока не знаю, что я буду снимать, вот полный экспромт, просто, как всегда, потоки. Посмотрим, что из этого выйдет. Я, кстати, заплела на ночь косички, моя любимая укладка, да, скоро распущу их, наверное, после завтрака сейчас, чтобы не мешалось мне кушать, и буду уже кудряшкой. Сегодня у нас с утра было 15 градусов, уже сейчас вышло солнце и теплеет. Посмотрим, как прогреется. Но вчера было очень жарко, посмотрим, будет ли сегодня так же жарко, хотя, по прогнозу, сегодня там что-то угрозы, ливни, дожди, холодно и так далее. В общем, приятного вам просмотра! Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы сейчас в парке Горкинско-Аметьевском, вернее, он называется Горкинско-Аметьевский лес. И давайте немножко с нами прогуляйтесь, я вам предлагаю почувствовать вот эту атмосферу. Здесь такой воздух, и птички поют. Всё, я замолкаю, а вы слушайте звуки леса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Так что одна маска, одна досталась. Вот, идём теперь дальше, вернее, обратно к машине. В общем, те, кто из Казани, мы сегодня совершили просто маш-бросок. У меня часы показывают почти 14 тысяч шагов. Я не знаю, сколько это в километрах. Смотрю пока в телефоне. Но в итоге, вот те, кто из Казани, да, мы вышли в Южном, прошли через Горкинско-Метьевский лес к проспекту Победы метро. Там зашли в Олимп, оттуда пошли в торговый центр «Франт», там поели в спаре, и вот сейчас возвращаемся в Южный. Прикиньте, какой большой круг мы сделали. Я горжусь собой и Радиком тоже. Мы давно хотели так погулять, потому что когда мы живём за городом, ну, сейчас уже, да, у нас редко бывает такое, чтобы вот мы прям так вот долго пешком гуляли. В основном мы только приезжаем куда-нибудь, там чуть-чуть ходим, ну, типа парк. Ой, тополь. Вот, и потом уже уезжаем опять на машине. Вот, и с Султаном вот так вот долго ходить тоже не всегда удобно, потому что он начинает конючить куда-нибудь, ну, на площадку, ему неинтересно так ходить. А с Мирайчиком пока удаётся. Купила обувь. Такие сандальки взяла. Ну, это мои уже совсем старые стали. Очень мягкие. Так красиво. Такие сандальки взяла. Вот это на Продолжение следует... 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 доброе утро друзья у нас следующий день я уже порисовала нейрографику мирайчик в это время поспал что это все увидели сейчас у нас по традиции зеленый коктейль я надеюсь вам видно ой что это кашель султанчик у нас тут недавно проснулся пол одиннадцатого сейчас кстати мирай проснулся в шесть семнадцать мы с ним вышли гулять это в 7 утра и вот до сих пор гуляем так классно вообще сегодня очень тепло вот нас мирайчик здесь кайфует в коляске он уже тоже кушать зеленый коктейль султанчик уже свой выпил почти до конца вот а я сейчас буду кормить мирайчиков и дальше уже сама тоже буду добивать в общем сегодня 1 июня кстати да хорошо сегодня первый день лета так что поздравляю вас с началом лета мы и с днем защиты детей с праздником пусть это лето будет спокойным очень ярким классным позитивным запоминающимся в позитивном смысле этого слова и шла и всем хорошего настроения продолжаем наш влог красота следующий день доброе утро друзья я уже сделала пилатес радик по мою машину и большую и маленькую миральчика я пофоткала возле всех цветов он устал пять лет до 5 летняя машина до сих пор ездит вообще такая чистая стала клёво буквально в трех секундах каково это быть мамой мальчиков я только что облили из водяного пистолета еще и в рот попала а еще я поняла что это вода из бочки которые мы поливаем растения сегодня у нас султан будет в гостях у одноклассников вот мы ему собрали вещи с собой на сегодня нашу пищу школу плюс потому что они завтра утром поедут в школу тут у нас гостинцы сейчас оставим старшего пупса и уедем очень красивое место такой лес вообще воздух чудесно друзья мы приехали на набережную озеро кабан это самый центр нашего города вот там баскет холл далеке виднеется очень красивые места здесь здание театра камал старые новое строится пока такая движуха мы тут очень редко бываем потому что нам далеко сюда есть сегодня я захотела к воде и радик меня привез очень свежо вот у нас панамки и лавка такой тоже вот красота вот красота памятник установили не было и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Ладно, думаю. Потом, уже сейчас в машине, я поняла, что у меня, в общем, мой личный промокод же не сработал. Мне сказали, что такие буквы-цифры не вбиваются на кассе, а только слова. Там еще приходят промокоды, такие общие, да, для всех. Там бывают слова, там, солнышко, например, какой-то умка, вот типа того. И только сейчас в машине я заметила, что у меня был еще второй промокод общий на этот же комплект. Бэйби Го называется промокод, и я могла его применить на кассе и сэкономить 200 рублей. С одной стороны, мне обидно, я ее набираю, говорит, не расстраивайся, мам, все хорошо. С одной стороны, мне обидно, потому что я так хотела воспользоваться скидкой, да, получить скидку, воспользоваться промокодом. Столько времени потратила, чтобы найти этот комплект из приложения там в магазине. Я столько пережила просто рейлов, и в это время Радик терпеливо ждал. Хорошо, что Мирай спал. И по итогу я купила по обычной цене комплект еще и дороже, чем я хотела. Просто спасибо. Но, знаете, это для меня опыт, да, вот как раз это другая сторона. С одной стороны, я расстроилась, а с другой стороны, я наоборот, обрадовалась, что я пережила такой опыт. И теперь я знаю, что, во-первых, надо быть внимательнее с промокодами, во-вторых, личный промокод на кассе не работает, только общий. Вот. А третьего нет. Так что, если вы также покупаете в детском мире, то имейте в виду, что прокатывают только общие промокоды. Конечно, я могла отказаться на кассе, да, и либо пойти купить комплект подешевле, который был светлый другой, либо этот же комплект заказать онлайн и забрать уже завтра из Южного, да, того же. Вот. Но почему-то я решила, что вдруг Радик не сможет заехать, вдруг он будет меня ругать, что я опять что-то заказала, и надо опять заезжать ему туда, отрываться от своих дел. Поэтому я решила, уж ладно, если мы приехали, то значит мы его купим. Вот. По качеству вроде неплохой, отзывы на него очень хорошие, 100% хлопок. Здесь вот такой вот мишка, сто раз уже вам показала. Но нам больше нужны были шорты, потому что футболочки у Мирайчика есть, три штучки. А вот шортики все стали маленькие. И даже шортики, которые были султанские, они тоже все маленькие. Поэтому я вот заказала еще Мирайю из Китая один набор муслиновый, вверх и вниз. Но он еще не пришел, а жара уже наступила, и нам надо уже что-то носить. Вот. А все комбинезончики у него с брюками, ну вот эти слипы, которые есть. Вот этот у нас. Это эти шортики единственные, в которые он влез. И то они уже впритык пережимают ножки. Ножки у нас толстенькие. Мирайчика у вас лежит довольный, кушать хочет, меня ждет. И вкусненько мы сейчас попили кофе. Я попила кофе. Очень люблю кофе Тин. Это такие небольшие точки есть у нас в разных торговых центрах. Они продают кофе типа по фиксированной цене 60 рублей. Но на самом деле там не 60 рублей. 60 это, наверное, самая дешевая позиция. Ну типа там американо маленькая, не знаю. В итоге я у них всегда беру именно в ТЦ Южный. Очень вкусно делают латте на кокосовом молоке. Вот очень вкусно. Реально рекомендую. Он такой получается сладенький, при этом густой. Хорошая пена. И у них вкусная обжарка. Это прям крепость кофе такая, которую я люблю. И взяли мы два круассана. Кстати, круассаны у них по 90 рублей. И они очень вкусные. Первый раз мы сегодня попробовали. Я взяла миндальный. Радик взял с арахисового, карамельно-арахисовой. Вот. Ему тоже понравился круассан. И мне тоже понравился. Короче, выгуливал меня сегодня Радик, если честно. Потому что я вчера была одна с двумя детьми. Султанчик у нас решил не ходить в школу. Помните, он же ходил у нас в гости. И там было много впечатлений. Видимо, он устал и не захотел на сегодняшний день в школу. Поэтому я его вчера, вот как раз в понедельник, оставила дома. И мы были втроем. С Мирайчиком, с Султанчиком. Я устала. И вообще устала от быта. Поэтому мне обязательно нужно было уже куда-то выехать сегодня. Вот. И сегодня у нас в Град. Мы в это время как раз были в торговом центре. Спрятали машину в парковке там подземной. И как раз кушали, шопились. Ну все. Мирайчик у меня уже потерял терпение. Сейчас буду его кормить. Мы приехали за Султанчиком в школу. Но он решил, что еще погулять хочет. Кавычек. Поэтому мы ждем, пока Султан полчасика погуляет. Ну и решили с вами тоже пройтись. И друзья, на этом буду заканчивать свой влог. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Мне будет приятно. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока. Сейчас я туда пройдусь, ладно? Это не буду рисовать. Сейчас туда пройдусь. И на этом влог заканчу. Скажу, что такое эстетик было. Субтитры сделал DimaTorzok